На видеокатерах, которые мы видим, это неопроверженные доказательства того, что представители вооруженных сил Азербайджана подверглись зверским пыткам, как вы и сказали. И Армения, являясь стороной Женевской конвенции 1949 года, это третья конвенция Женевская по обращению с военнопленными, они демонстративно показывают, что не хотят выполнять обязательства, взятые по международному гуманитарному праву. И мы должны подходить к этому вопросу в двух пластмостях. Это международное гуманитарное право, а также права человека. И мы должны обратиться к международному сообществу. Я, например, как представитель неправительственной организации и неправительственной организации, мы буквально сегодня обратились к международному общественности, международному неправительственному организациям, а также международным межгосударственным организациям, тем призывом, чтобы принять меры по отношению к Армении, которые, как вы и сказали, демонстративно отказываются от выполнения обязательств по международному гуманитарному праву. События происходят в мирное время, и поэтому не только гуманитарное международное право, но здесь и права человека должны учитываться. И так как это преступление было осуществлено на почве ненависти, тут не только речь идет о Женевских конвенциях по международному гуманитарному праву и по военнопленным, но и также о конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации, а также международных других обязательств, таких как, например, один из основополагающих конвенций по правам человека, это конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения. То есть тут должны быть задействованы также решения, и международный комитет Красного Креста конкретно в Армении немедленно должны посетить этих военнослужащих и предоставить информацию об их физическом и моральном состоянии. И вот это конкретно могло бы помочь этим представителям наших вооруженных сил.